замечательно тогда мы не будем ждать остальных давайте поговорим если будут вопросы вы можете задавать но только в чат вопросов где отдельные вопросы тогда будет легче фильтровать я вряд ли смогу постоянно листать чат буду стараться и там и там успевать чтобы видео вам не мешало я его сверну и дальше мы разберем немного наши темы которые периодически вопросы которые периодически возникают вот Максим можно начать с твоего вопроса или хотя мы чуть позже когда к нему вернемся который ты задавал вот и давайте тогда я начну с того что давайте я сверну сейчас видео кто меня знает кто не знает но не судьба но на мордовый сайт привлекает больше внимания чем так будет попросторнее значит что ну мы собрались скажем так это первый наш вебинар это первый наш вебинар который мы будем время от времени проводить чтобы разбирать те вопросы технологические проблемы которые у нас время от времени возникают и мы постараемся их решить с вашей помощью надеюсь потому что предполагается интерактивная связь и если есть вам чем поделиться значит вы можете посмотреть в экране написать мне я могу добавить ну это отправить мне заявку чтобы выйти в эфир я смогу вас добавить и вы можете тем самым поделиться своим мнением на определенные вопросы ну сейчас пока мы еще тренируемся учимся я думаю в будущем это весьма будет интересно и познавательно так как у каждого свой собственный опыт и каждый своей с точки зрения может внести разнообразие в нашу нелегкую жизнь так ну давайте начнем по порядку значит сейчас я бы вам представить кто не знает ну большинство знает наши наш форум в котором мы стараемся решать все возникающие проблемы вот это принт форум весьма популярный среди технологов среди печатников даже среди грубо говоря и заказчиков в том числе вот потому что бывают такие вопросы которые заказчик хочет понимать из-за чего такие проблемы появляются и обоснованы ли их требования к типографии вот поэтому добро пожаловать на наш форум я сейчас скину ссылку на него чтобы кто не знает все-таки заходил вот пожалуйста на 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 данной платформе у нас очень много вопросов и даже те которые периодически у вас могут возникнуть в большинстве случаев уже есть на них ответы но даже если это появляется в новом топике то мы все-таки стараемся мы не откидываем не переносим куда-то а в большинстве случаев стараемся давать ответы насколько развернуты ну насколько сколько мы понимаем суть проблемы если корректно задан какой-либо вопрос кроме того хотел бы обратить внимание на наш профильный журнал это журнал курсив в котором время от времени публикуются ну в том числе и мои какие-то статьи вот ссылка на курсив пожалуйста здесь подписывайтесь это стоит практически копейки 600 рублей в год я думаю это не очень высокая цена в большинстве случаев это все-таки перепечатка с иностранных журналов иногда появляются весьма ценные статьи и очень интересные потому что публикуют те люди которые являются гуру в нашей области те которые понимают суть вопроса и могут скажем так дать более развернутые ответы по каким-либо темам ну а теперь давайте перейдем а вот забыл забыл это журнал курсив которые о котором я только что говорил вот ну давайте перейдем к нашим вопросам которые мы будем сегодня обсуждать если у вас есть вопросы как я уже говорил кидайте в отдельный чат вопросов и мне будет легче на них ориентироваться и примерно раз 10 минут я буду отвлекаться и будем разбирать вопросы максим в том числе и твой вопрос который ты задавал мы постараемся это обсудить браузер в домашнем обновить да так оно и есть я старался предупредить на форуме людей о том что не все браузеры поддерживают систему кому-то требуется новый флеш вот новая система не адаптированная она весьма очень сильно тормозит глючит я ее побороть не смог и пришлось переключиться все-таки опять во флеш флеш корректно работает это хром опера ну и еще парочка браузеров интернет эксплорер где-то глючит где-то нормально очень много зависит вот на работе у меня вообще проблема с ним потому что работаем через прокси и там ужас просто поэтому приходится выходить из дома ну ладно это скажем так к нашей теме не имеет сегодня мы поговорим о вязкости о влиянии растворителя на процесс печати о том как влияет температура на вязкость ну на качестве печати в том числе поэтому постараемся коротко тезис на эти поднятие эти вопросы и если возникнут какие-то допустим предложения или есть чем поделиться я говорю пожалуйста выходите в эфир мы это вот растворителем ну кто работает со спиртом к сожалению увиж увиж никто с водой ну в меньшей степени с этим сталкивались увиж вообще работает я считаю это счастье работа на увиж краска вот и самый проблемный у нас это проблемная сторона технологии это работа со спиртовыми красками так как используется у нас несколько типов растворителей вот базовые это три растворителя это стандартный быстрый и медленный почему мы их так называем это зависит от скорости летучести от скорости испарения данного растворителя вы можете обратить внимание что этилоацетат примерно около тройки его число испарений этанол 8,8,3 и токсипропанол который мы применяем порядка 33-35 единиц вот ну в связи с тем что этанол у нас запретили наши доблестные скажем так товарищи нам пришлось переходить на составные растворители это типа пропамикса который в основном состоит из н-пропанола и н-пропилоцетата ну если возьмем н-пропанол ну скажем так это отчасти медленный растворитель его немного ускоряет н-пропилоцетат вот ну около наверное 14-15 единиц мы получаем растворитель ну относительно медленно вот но также многое зависит от еще того что находилось в самой краске вот из чего краска была то есть для каких целей она была приготовлена вот в наше время когда у нас стояла и глубокая и флекса глубокая спокойно перерабатывала краски флекса флекса не могла только лишь по той простой причине что краски с глубокой печати сами по себе они были быстрее то есть состав то что производитель готовил он готовил естественно под какие-то типы печати вот сейчас как-то это унифицировалось и получается что мы покупаем на флекса а по сути краски готовы для глубокой они сами по себе быстрее нам приходится очень много добавлять замедлителем ну так я запутался ладно заговорился поедем дальше то есть надеюсь отличие быстрых медленных растворителем вам понятно и мы будем уже говорить дальше уже именно быстрые медленные ускорители замедлители то есть это как раз относится вот скажем так это наш сленг который мы подразумеваем именно летучесть тех или иных растворителей насколько они быстро летят или медленно вот существует проблема то есть когда у нас быстрая скорость высыхания мы получаем весьма некачественные подтиски это связано с тем что краска подсыхая на клише не успевает переходить на материал вот один из факторов это быстрая краска то бишь в ней много ускорителя либо этилоцитата грубо говоря тот растворитель который испаряется практически моментально в данном случае если мы получаем как это можно еще определить краска быстрая или медленно это приладка на низкой скорости если на ну на приладочной скорости у нас отсутствует оттиск краска не переходит бывает так что мы пытаемся приладиться но мы не видим не можем отрегулировать натиск потому что нет перехода краски на материал и нам представляется что момент касания еще не произошел а мы начинаем дальше давить и в итоге мы уже подсознательно ощущаем что давить-то дальше некуда дальше она уже начнет скрипеть машину скрежетать вот потому что мы передавили форму а отиска мы до сих пор не получили вот одна из причин плохой запечатки это то что у нас краска успевает засохнуть на клише понять так это или нет то есть быстро у нас краска нет мы просто ускоряем увеличиваем скорость печати иной раз приходится прилаживаться даже на 80 особенно если это ручная машина где регулировка натиска производится вручную то в данном случае можно увидеть что клише ваше все-таки при увеличении скорости начала распечататься краска за меньше промежуток времени от анилоксов до касания с материалом еще не успевает подсохнуть это первый признак того что краска у нас быстрая в таком случае мы вынуждены просто прилаживаться на высоких скоростях для того чтобы получить какой-то конкретный офис нам все равно приходится печатать так как у нас нет другой краски мы потом уже решаем эти проблемы когда мы уже сдали тираж или попытались вытянуть его ну а пока один из таких факторов так же это может отражаться в какой-то мере на оттиске если часть печатает то особо сильно не видно визуально но у нас есть какие-то градиенты если эти градиенты у нас в цветах начинают подсыхать а ведь там намного меньше краски и она подвержена быстрее быстрому подсыханию потому что растровая точка намного меньше и количество краски на этой точке также меньше подсыхает она намного быстрее чем площадь краски выше это тоже первый признак подсыхания в нашем случае это вот один из производителей когда мы у себя тиснули очень тяжело чего мы только не делали мы добавляли замедлитель и экстра замедлитель но в итоге мы также и получили неравномерный край краска грубо говоря подсыхала по цветах тонком растре и отсутствовала нормальная запечатка в итоге нам мы были вынуждены поменять на другого производителя вот у которого серия краски более медленная нежели у данного производителя первого вот и как только мы поменяли не мудрствуя ничего не изобретая на тех же самых режимах без добавления каких-то там дополнительных растворителей мы получили прекрасное запечатку замечательный вот и растровая точка полностью до конца вся была пропечатана вот то о чем я ранее говорил что производители тоже много зависит какую краску он делает один делает быстро другую медленно они друг на друга пеняют и говорят что вот у них там что-то они там секретные какие-то добавки добавляют вот ну это уже дело самих производителей ладно надеюсь этим вопросом понятно как отличить подсыхание на крыше подсыхание краски точнее ну и как это выглядит уже непосредственно на крыше на отпуске еще один момент подсохшая краска тоже у нас была данная проблема и с которой мы боролись победили только путем смены порядка нанесения значит первой краской наносился какой-то понтон зеленый а черная краска ввиду того что она была быстрая она просто выдирала данный понтон и можно здесь увидеть ореолы которые возникали вокруг то есть это просто выщипывание черная выщипывала на себя она становилась вязкой клейкой липкой и выдирала на себя предыдущие предшествующие ей краски это могут быть белила также вы можете заметить подсыхание когда вы печатаете допустим по фольге или по пленке где первым кроющим является белила допустим прямая печать вот и особенно на фольге это заметно когда мы под углом начинаем смотреть оттиск мы видим контур каждой буквы контур блестящий это тоже признак того что белая краска допустим не досохла поэтому всегда рекомендуется ее как бы пропускать еще дополнительно одну секцию чтобы она досыхала все таки слой убелил толстый и прогреть ее довольно проблематично высушить из нее выпарить весь растворитель вот а плюс к тому еще и липкость быстрой краски начинает она просто выдергивать ее такие проблемы иногда случаются частично это помогает в данном случае на данном слайде вы можете увидеть что путем замены порядка наложения это для данного дизайна это было не критично в принципе мы сумели побороть эту проблему но мы ее не решили мы ее не решили так как сама по себе краска у нас была быстрая и ну как бы необходимо просто было ее замедлять и токсипропанол даже в значительном количестве иногда даже не спасает вот какая может быть еще проблема давайте сейчас может у вас есть вопросы задавайте прямо здесь в чате я готов буду ответить давайте закончу тогда с подсыханием что у нас еще может быть тоже на старых машинах это колоссальная проблема я закрою пока все понятно ну слава богу колоссальный сейчас я сверну туда на старых машинах ну даже и на новых машинах если неправильно отрегулированной сушки вы можете обратить внимание что в принципе нормальная регулировка сушек это небольшое разрежение в зоне печати то есть сушка должна немного подтягивать подсасывать воздух в себя но ни в коем случае не выдувать если только она выдувает то мы получаем большие проблемы опять же даже если краска будет медленно то горячий воздух даже и холодный воздух 40 градусов если мы там не греем а просто дует все равно будет воздух дуть на форму на краску которая будет липнуть она будет тут же испаряться не дойдя до запечатанного материала и в этом случае она становится липкая и вы можете посмотреть на слайде что появляется тяжи появляется неровная скажем так запечатка и частично так как она становится как липучка она также может выдергивать предшествующие ей краски ну естественно само собой как образуется грязь так что так вот сейчас что у нас там дальше у нас дальше растворители так ну можно тогда сейчас чуть-чуть давайте отвечу вопросы Максим там задавал вопрос касательно работы с сушкой точнее замедлителями на печатной машине краска быстро сохнет скепсейки извините я сейчас не могу процитировать я просто другого компьютера а тот вопрос у меня другой почте вот испарение скепсейки краски как можно с этим побороться значит если мы работаем на узкорулонных машинах с малым с малыми типсейками где у нас подача идет без насоса вручную возникают большие затруднения вязкость краски вязкость типсейки практически проверить невозможно и поэтому я всегда рекомендую использовать все-таки циркуляцию по возможности эта подача идет насосом слив может быть и самотеком подача может идти через тоненькую трубочку там вообще не принципиально а слив через перелив как это было решено на узкорулонных машинах типа на Упитер там Аркенди где если происходит перелив то есть подымается определенный уровень а потом через перелив возвращается назад в красочный бачок таким образом еще можно регулировать вязкость или контролировать эту вязкость чтобы она не застывала в фиксиках потому что сколько бы мы замедлителя туда не добавляли особенно если малый расход краски то возникает проблема с осаждением пигмента то есть мы вымываем и пигмент вымываем и плюс мы не контролируем физически мы не можем постоянно контролировать вязкость мы если добавляем постоянно растворитель то в итоге через какое-то время мы просто начинаем печатать уже подкрашенным растворителем так как вымываются пигменты нет обновления краски ну как правильно сказать ну ладно судя поэтому я всегда рекомендую устанавливать даже на малолитражные машины ставить насосы я забыл модель узкорулонной планетарки по-моему по-моему на как называется забыл но суть важна мы на нее также поставили насосы потому что мы долго боролись и ничего толком не могли сделать идет подсыхание краски идет налипание на клише и идет огромная грязь и когда мы поставили насосы обычно мембранные маленькие мембранные пневматические насосы зациклили это все в систему и у нас масса проблем ушла это в новороссийске бывает машина и сразу у нас получилось практически с первого толчка мы получили нормальную запечатку хорошего отиска поэтому здесь если мы работаем вручную у нас подобные проблемы могут появляться из маток часто с малым расходом тяжело контролировать параметры вязкости и параметры наличия пигментации все время подливать растворитель мы не будем потому что иначе она польется через верх и тут приходится как-то немного изгаляться так давайте поговорим о замедлителях введение токси пропанола вы уже прочитали мало влияет на скорость высыхания а кстати стоит обязательно отметить что это уже к вопросу красок когда будем говорить о красках в следующих наших встречах что в любом случае ацетат мы всегда должны добавлять свежую краску потому что он является хорошим растворителем микроцеллюлозы собственно и токси пропанол тоже но ацетат все-таки более лояльно более быстро влияет ну как начинает работать с краской кроме того было замечено я когда добавлял этилоцетат в краску я вот просто экспериментировал добавил определенное количество краски и просто ее мешает помешал там 5 минут проверил вязкость вязкость значит ну грубо говоря будет там 22 секунды продолжаю мешать больше я не добавляю растворителя микроцеллюлозы просто я начинаю вымешивать через какое-то время через 5 минут у меня вязкость упала еще на 2 секунды и вот так по-моему у меня вязкость падала секунд до 17 то есть это только за счет перемешивания и вот определенного количества на определенный объем то есть путем перемешивания у нас вязкость постоянно у меня вязкость постоянно падала поэтому эти моменты тоже необходимо учитывать мало того еще когда мы заливаем машину плюс машина еще добавляет свою температуру как мы дальше посмотрим температура весьма существенно начинает влиять на вязкости краски цвет то есть мы сейчас разбираем что у нас то есть те вопросы которые от нас относятся к сегодняшней теме это растворитель краска ну вязкость краска ну естественно для того чтобы у нас свет был единый необходимо получать партию которая между собой была бы одинаковая для этого мы всегда должны иметь какие-то талонные образцы которые мы должны сравнивать естественно это должен быть приборный парк потому что визуально это весьма сложно сделать ну в данном случае как вы видите это тоже фото из практики в данном случае даже визуально можно определить что партии весьма существенно отличаются здесь дельта была где-то около шестерки пять с половиной где-то в этом диапазоне пока не видим фото а что слайда нет что ли вы слайды видите Максим почему а до этого были слайды цвет причины только цвет причины подожди какой цвет а он не а сейчас есть да все я понял все почему то он не пересчелкнулся ладно вы меня тормозите это дали руки вот ну вот фото о котором я сейчас говорю тут визуально видно что они между собой отличаются вот а ну здесь даже есть дельта 5 и 7 вот то что мы примерно получили лимонный и теплый желтый совершенно раз следовательно поставкам тоже должны быть вопросы если мы не контролируем то нам каждый раз очень тяжело если мы говорим о тому что нам необходимо приближаться к профилю нам необходима повторяемость из тиража в тираж ну и также в тираже то мы должны по-любому контролировать то что нам приходит а эталонные образцы это есть то с чего мы начинали именно ну нашу скажем так печать это то что у нас было на профиле профиль является стандартом эталоном нашего цвета нашей нашего печати нашей печати это наши режимы которые мы должны соблюдать вот это стандарт грубо говоря возникают проблемы также что мы используем либо непостворитель либо допустим какие-то растворители которые у нас некорректные ну с водой грубо говоря то мы можем получить аналогичный результат вот так же самое я когда получаю неизвестный для себя растворитель я выбираю беру пластиковый стаканчик и делаю образец сейчас дальше там будет слайд почему потому что некоторые допустим лаки или праймеры могут быть спиртовыми и лакстату они начинают сворачиваться и бывает наоборот что работает только с ацетатом с эфиром а со спиртами отказывается работать и я беру вот обычный пластиковый стаканчик наливаю какое-то количество небольшое количество краски также примерно 50 на 50 заливаю туда растворителя своего и проверяю покручиванием раскрутил стаканчик и посмотрел как по стенкам стекает если стекает равномерно ровно то в таком случае я говорю что для себя что все нормально меня все устраивает работаем дальше если стекание идет хлопьями или сворачивается как сыворотка ну тогда уже все мы ищем либо другой растворитель либо другой праметр вот так же может выглядеть когда мы работаем с изопропановым но вот но только наливаем изопропанов и мы видим что краска прямо оседает но чуть-чуть немного его перемешав мы получаем нормальное равномерное растекание то есть это просто скажем так шок который вызывает изопропановым потом просто нормально восстанавливается вот растискивание вам видно да какие факторы нам влияют на растискивание сейчас мы опять же мы не рассматриваем там механику какую-то ну скользь мы тоже можем это задеть вот но сейчас нас интересует больше набухание нежели какие-то механические воздействия набухание набухание у нас очень серьезное и эти растворители которые мы применяем этилоцетаты и токсипропанов очень серьезно влияют на набухание полимера и чем дольше и чем быстрее мы работаем тем более явственно мы видим как проявляется данный фактор на печати вот ну и плюс озон тоже серьезно влияет на растискивание как озон можно определить если мы у нас есть миры какие-то визуального контроля растискивания вы можете знать что есть миры круглые типа лучевой миры либо есть цифровые миры которые мне в большей степени нравятся потому что там есть значения выше которых то есть визуально на ходу можно увидеть там цифры 1 2 3 4 там до 6 грубо говоря бывает до 9 но не имеет значения что если мы работаем начинаем работать у нас допустим цифра 3 сливается с основным фоном то спустя время у нас начинает сливаться не тройка а четверка или пятерка это сразу заведомо то есть информация идет визуальная информация о том что у нас идет набухание у нас идет растискивание вот это очень удобно если вы захотите вы мне можете написать я вам скину у меня где-то был данный файл я могу его скинуть и вы можете вставлять свои опорные полосы правда не всегда бывает на них хватает места введу там какие-то дополнительные информации которые да хорошо максимум я скину напомни мне только позже которые данная информация могут забивать опорные полосы бывает мы тоже вставляем в себе и просто не хватает физически места либо исключить какие-то элементы и вставить эти меры либо уже пользуясь круглыми мирами которые несут меньше информации но тоже визуально можно определить что у нас идет растистывание следовательно мы рулон снимаем мы должны проверить уровень растистывания то есть насколько это приемлемо потому что при пропелировании мы для себя выбрали один какой-то эталон и от него плюс-минус какие-то шаги для того чтобы выше которых нам уже не дозволено прыгать ну и вот сейчас хотел я остановиться на том как влияет растворители на наш полимер я для себя вы можете у себя также провести этот опыт ничего сложного в этом нет берется три в данном случае у меня из пропанол и токсипропанол и пилоцетат и смывка которую я использую для мой глише под номером 4 и я их проверял по времени опустил на определенное количество времени предварительно конечно замерил толщину от каждого элемента и дальше я их спустя время вынул и стал измерять измеряя грубо говоря набухание потом они у меня отлеживались какое-то время и я измерял усыхание вот и давайте посмотрим что у нас получилось ну вот как повлиял этилотстат на один из образцов просто скрутилось на одном из образцов потом повторное когда проверял ну естественно это жестоко столько времени форма не купается но мы нам необходимо знать вообще как воздействовать в данном случае даже полиэфирная подложка полностью отслоилась от полимера потом она приклеилась высохла ее зубами не отдерешь но на тот момент она полностью была расслоена пословим вот вот посмотрите на данную таблицу надеюсь ее увидите изначальная толщина полимера ну всех образцов практически была 1.1 ну полимер 1.14 ну прибор тоже не очень точный поэтому ориентировочно 1.1 у меня получился входной контроль спустя через 2.5 часа в растворителе у меня набухание в этилоцетате составило 0.43 то есть почти 40% это он купался в этилоцетате в итоге на 6% произошло набухание вы запропонули в растворителе для мойки клише ну можно сказать что практически никакого никаких изменений не произошло потом они у меня сутки отдыхали и я измерил толщину усыхания на этилоцетате пошло почти на 3% ну и спустя еще через 3 суток усыхание после этилоцетата почти на 14% то есть толщина полимера изначально была 1.1 после этилоцетата она стала 0.9 то есть это как раз влияние этилоцетата когда печатники когда мы берем мыть форму извините пропустил чистые что растворители или форма это новый кусок полимера был растворители да естественно чистые это те которые у нас в бочке стоят которые мы используем да эти растворители все чистые это не смеси не примеси не с машины а те которые мы заливаем в краску вот и если мы моем этилоцетатом формы то мы сразу себе гарантированно во первых после этилоцетата форма дубеет это будет по моему на следующем слайде жесткость твердость а здесь нет здесь в этом слайде нет кроме того я замерял еще и твердость полимера и задубел после этилоцетата полимер задубел после токсии ну остальных растворителей в принципе более-менее нормально но после этилоцетата форма стала жестче и поэтому мы часто можем получить когда мы форму смываем этилоцетатом и повторно их печатаем чаще это заметно даже на фотометке что у нас середина провалена вот часть где-то она причем она не пропечатывает сколько ты ее не даешь она все равно не пропечатывается даже подклеиваешь снизу скоч что обычно делает тот же монтажный красный который при клейке клеше и иной раз даже это не помогает приходится перезаказывать новую форму потому что они уже задубели они уже не работают ну и плюс если неравномерно как-то у нас форма побыла с этилоцетатом естественно она также неравномерно будет запечатывать ну и набухание да как результат распискивания потому что если у нас происходит набухание это физические изменения растровой точки то бишь изменяется диаметр ее площадь и следовательно мы получаем совершенно иной результат не тот который должен в процессе печати если происходит что здесь написано если у нас в процессе печати происходит набухание мы должны это либо мы это видим визуально либо мы это чувствуем что у нас свет поменялся мы естественно должны отпускать натиски мы их должны уменьшать стараться минимизировать опять но это не делается так что раз мы убрали и все и ждем а в каком-то месте пойдет непропечатка мы должны каждое каждое движение контролировать мы снизили натиск на какое-то количество оборотов или микрон и контролируем опять сканируем все поле печати несколько пару тройку раз для того чтобы убедиться что не пошло непропечатки потом мы снова опять снимаем давление опять минимизируем тем самым мы пытаемся выровнять опять компенсировать то давление на растровую точку которая у нас увеличилась в связи с набуханием но проблема в этом следующая если у нас машина останавливается на смену рулонов то 5 минут вполне достаточно чтобы у вас на следующем рулоне прошла непропечатка то есть если мы применяли минимизировали давление следовательно сразу после запуска машины мы опять должны все просканировать и посмотреть что у нас везде в каждом месте полностью идет пропечатанная продукция иначе у нас возникают эти проблемы естественно печатники это не любят но выход то есть вариант печатать с высоким растискиванием ну совершенно нелогично ну как можно еще примерно визуально контролировать отличие когда мы обязаны в принципе собирать с каждого рулона съемы для того чтобы определить насколько близко мы равняемся к эталонному образу насколько ведь у нас же это один тираж и мы его выдать должны едины и отклонения по цветам у нас недопустимы в принципе вот тогда в этом случае это если длинный тираж там более трех роликов мы сдаем в таком случае нам делать оптимально вот такую подшивку где друг на друга лист на лист мы накладываем с небольшим сдвигом режем в одном и том же месте каждый срез для того чтобы было визуально видно и на данном образце вы можете увидеть что при наложении сразу глаза бросаются какой-то оптим желтее какой-то краснее значит где-то мы внесли какую-то путаницу где-то у нас была ошибка в технологии либо ошибка в каком-то процессе но иногда бывает еще так что вот мы сделали вот вам визуально эта подшивка вот и мы сравниваем с предыдущим у нас все замечательно все хорошо но когда мы начинаем сравнивать с первым или запускным или подписным как мы его называем то он у нас совершенно разный то есть мы от черного дошли до коричневого как вы можете увидеть на данных образцах здесь у нас скажем так мы сравнивали с предыдущим рулоном но мы не сравнивали с запускным листом с подписным с которого мы начинали а ведь у нас отклонение должно быть уже если мы запустились если подписной лист у нас отклонение мы допустим для себя принимаем по дельте не более четверки вот по дельта е там или не более тройки вот в общем сжатых скажем так рамках то отклонение в тираже от подписного листа должно быть не более двойки потому что единица это прибор уже погрешность прибора где-то выходит а нам необходимо не более двойки потому что если мы вывалимся за двойку то это будет весьма критично и в данном случае операторы сравнивали с предыдущим срезом и где визуально особо и не видно разницу между ними но когда сравнили последний и первый то увидели колоссальную разницу естественно это претензия заказчика ну разноотеночные причины какие у нас на продвижении тиража ну об этом мы говорили вот ну что еще можно добавление свежей краски тоже влияет по продвижации наглядно благодарю старался почти я печатаю мы себе еще можем такое нарисовать добавление свежей краски предварительно не разбавлены тоже влияет сильно на оттеночность вот мы бухнули плюхнули свежую краску а у нас до этого еще печатало ну точнее он насос уже схватил свежую краску пока мы добавили растворитель пока она у нас перемешалась по какое-то количество мы уже намешали густой краской которая уже отличается по оттенку особенно на некоторых цветах это может быть видно вот кроме того что еще очень сильно влияет и вязкость рабочая вязкость не та вязкость а именно рабочая вязкость и в данном случае у меня было я просто не помню есть у меня в этом слайде или нет у меня был один из примеров возможно это будет дальше что при вязкости 20 ну оператор определил что ему надо работать на 28 я не знаю почему он это взял скорее всего просто хотел сделать краску более насыщенной более яркую но получилось так что у него вязкость изменилась на одну секунду и он честно говоря попал попал на претензии заказчика да по моему дальше будет давайте поговорим как температура влияет ну о температуре вы наверное обращали внимание когда водку в холодильник засовываешь в морозилку спустя какое-то время она льется в стакан ну прям как масло хотя продукта один и тот же и вы вытащили ее согрели и потом она уже текучесть у нее нормальная становится вот также у нас и работает краска совершенно так же когда холодно она становится густой когда тепло она становится жидкой ее меняется текучесть но это один и тот же продукт если мы берем краску как рекомендуют все поставщики красок при температуре 20 градусов вязкость рабочая вязкость должна быть порядка 20 секунд или 22 секунд то если мы эту краску засунем в холодильник с вязкостью 20 секунд то через время мы ее достанем у нее вязкость станет допустим уже 30-40 секунд она станет более густая если мы ее поместим в теплое помещение ее вязкость в той же краске вязкость станет порядка там допустим 14 секунд вынесем опять в нормальные условия 20 градусов она опять станет порядка 22 секунд то есть это один и тот же продукт а теперь как у нас получается у нас стоит на улице жара а мы работаем с вязкостью 22 секунды у нас идет грязь мы не можем понять откуда это происходит а всего на всего что если мы поместим краску в нормальном условии то окажется что это не 22 секунды а все 35 секунд вот здесь вот есть видно эту табличку вязкость зависимость вот в этой табличке вы можете увидеть она их существует несколько эта таблица взята из книги book harman book вот есть другие табличные таблицы в которых предоставлены характеристики вязкости и температуры но суд неважно необходимо просто понимать что если у нас поднимается температура окружающей среды или температура краски вязкость рабочая должна быть ниже не так которое мы привыкли а 20 и держим 22 секунды вот а намного ниже которые необходимы у меня было был такой практический опыт когда печатали при температуре краски температура краски была 38 градусов около 40 а я ну я считал себя умным технологом и говорю нет работаем с вязкостью 22 это правильно печатник говорит давай при этом мы получили грязь идет грязь по печати как будто краска очень густая с высокой вязкости печатник говорит давай опустимся до 14 секунд и будет все хорошо я говорю не неправильно ты не прав вот я полдня промочился сам промочил печатника и извел материала но все-таки скажем так за неимением других вариантов ну терять больше нечего говорю хорошо давай мы стали падать по вязкости упали до 15 упали до 18 секунд печать улучшилась стали падать еще ниже в общем мы упали где-то в районе до 14 секунд и печать стала замечательная так же как при вязкости 22 при нормальных условиях после этого я стал ну вроде я дурак стал умные книжки залез на какой-то интересный химический форум где мне все популярно это объяснили рассказали вот и было для меня когда уже стало понятно и эти ошибки которые я сам дел я всегда стараюсь своим печатникам а так же на семинарах я постоянно говорю об одном и том же потому что проблема это весьма серьезно мы в свое время никогда нас никто не учил мы никогда никому у кого не спрашивали как что почему вот нам сказали 22 секунды держи и все и будет все хорошо а какая там температура кто ее когда мерил и как с этим работаем мы просто видим грязь и мы как-то пытаемся бороться с этим никогда никто не думал что так серьезно может влиять температура на эти условия она реально серьезно поэтому вот такую табличку я повесил у операторов на столе вот правда они ей не пользуются хотя периодически об этом напоминаю сам прихожу вручную вкладываю температуру вязкость понижаю снижаю вот ну благо более-менее сейчас стало тепло ну в смысле цепут и более температура стабилизировалась проще стало работать значит причины разноотеночности на протяжении пирожа так вы еще не устали заниженная вязкость снижение расхода краски тут чуть-чуть осталось еще ну вот совсем немного ничего помочь завышенная вязкость заниженная вязкость при работе с повышенной вязкостью частые проблемы не только с качеством запечатки но и с произведением и повторяемостью оттенков разница в 1-2 секунды при завышенной вязкости ну рабочее это вот как раз я пишу то что было у меня на практике печатник печатал с вязкостью 28 секунд ему хотелось ее более насыщенной сделать вот влечет за собой изменение оптической плотности более там 0-2 как следствие в некоторых цветах изменение оттенка вот этот пример вот дельта у меня убежала точнее не у меня а у оператора в первом рулоне здесь на сладе наверное плохо видно вот второй где-то выскочил вот а это первый лист это подписной был второй вот он желтее и третий желтее подписного потом на третьем он стал как-то выравнивать на четвертом он выравнил а на пятом он опять забросил то есть он перестал контролировать вязкость в одну секунду вот вы можете посмотреть как влияет вязкость на разнооттеночный здесь просто плясала вязкость то есть краска была одна и та же но так как автоматический висказиметр у него 1-2 секунды вернее плюс-минус 1 секунда грубо говоря даже 2 секунды при нормальной при нормальной температуре при нормальной вязкости 22 секунды эти 2 секунды никак роли не играют но когда вязкость рабочая на которой он печатает 28 секунд то эти 200 секунды очень серьезно влияет на разнооттеночность и это прибор показал весьма так наглядно рекомендации по работе с растворителем что-то здесь я не нашел слайда сейчас я хотел сказать а вот как раз это к тому же вопросу что я был тот же самый печатник тот же самый печатник опять печатал и мы с ним я ему уже ну теперь он стал более опытный и все равно он держал вязкость порядка 28 секунд я говорю давай мы будем снижать и когда мы стали снижать вязкость на каждом периоде когда мы снизили вязкость я отбирал образцы и я честно говоря сам удивился вы можете обратить внимание что оптическая плотность при вязкости 28 секунд казалось бы должна быть высокая вязкость насыщенность большая была 1,5 1,45 когда мы стали снижать в итоге опустившись до 16 секунд мы получили оптическую плотность 1,7 честно говоря я сам поразился можно будет провести еще раз подобный эксперимент я думаю данный эксперимент при наличии инструментального парка вы можете провести самостоятельно для себя но дело 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 да да максим вполне возможно вот я не задавался суть вопроса меня не интересует почему это происходит меня больше интересует то что мы должны понимать что при изменении при любом изменении у нас меняется оптическая плотность что влияет собой лечет за собой качество запечатки качество печати наличие каких-либо посторонних проблем то есть дефекты отмарывания в основном которые присутствуют вот и значит просто мы должны это понимать мы должны понимать влияние скорости влияние вязкости что любое изменение влечет за собой изменение каких-то характеристик сильно сказывается это на оптической плотности в некоторых цветах это очень сильно может сказываться на дельте особенно такие цвета как коричневые а если это еще метамерные цвета то вообще поэтому вот коротко мы пробежались по нашим вопросам а теперь хотелось бы слушать ваши вопросы либо если есть вопросы вы мне их задавайте и либо на форуме либо на инфо пишите и я постараюсь по возможности ответить на все интересующие у вас вопросы вот мы в принципе уложились так вот бегом бегом значит видео видео будет видео сделаем видео я потом перешлю ага все и можно поддержать проект проект можно поддержать я скину потом информацию потому что это наш проект бесплатный мы будем вопросы которые у нас будут накапливаться всегда пожалуйста просто почему такой вопрос возник с поддержкой потому что ну сами понимаете вот эта вся вебинарная система она тоже просит денег а за бесплатно там только пять участников и как бы ну мы бы сегодня может и уложились бы вот ладно потом я скину информацию если будет в этот будет интересно пожалуйста так так что все коллеги если вопросов больше нет жаль фото добавлять нельзя ты можешь выйти в прямой эфир ты можешь не пожалуйста ты можешь выйти в прямой эфир и предоставить свои презентации я собственно так и планирую если не в этом то на будущем поэтому есть чем если есть вам чем поделиться я всегда готов мы вы параллельно вы становитесь скажем так да спикером вот который может что-то показать свое добавить либо отправлять мне информацию и уже параллельно вы можете комментировать как же выходить в эфир потому что тут по-моему когда вы выходите добавлять по-моему нельзя это надо сделать но я могу вот так что всегда пожалуйста если есть чем поделиться я только за потому что к сожалению обучение наших вопросов наших тем у нас на очень низком уровне все только в наших руках так что если вы готовы всегда пожалуйста давайте свои презентации вот пожалуйста всегда всегда пожалуйста ладно рад был вас всех видеть всем удачи всего хорошего ссылку на видео я позже скину на презентацию в том числе я надеюсь какие-то вопросы для вас будут полезны всего хорошего удачи на этом мы прекращаем наши до новых встреч я сообщу позднее когда что какие темы у нас будут вот ну пока пока насущные которые у нас возникают это форма клише всего хорошего прощайся спасибо Продолжение следует...